Кажется, понимают, что их там развалят. Серьезно. Догоняют, догоняют. Зря, на самом деле, Миша ультимейт завязал, и так подогнали вот под этот рэп. Минус два тут будет, команда комплекса, никто им тут не должен помогать. Да, еще можно, и тамба еще на халяву должна умирать. И приходят остальные игроки комплекса, неужели хотят драться. Близи заканчивается у него ультимейт, его копают сразу же. А толку у Близи не самый тонкий герой, его сложно будет пробивать. Теперь Дест сам погибает. Да, в размен все-таки на Близи, но это 3 в 1, и довольны таки. И стали пока этого делать. Сейчас в 343-м, пожалуйста, трапа. Трапа на Деста, и как же больно в 343-м. Он моментально ставит тамбу, но она ничего толком не дает. Варды неплохие на Мэджикала, пытается Мэджикала пробить. Сэн Кингу там, по-моему, ультимейт сбили, да, Хекс великолепный. Размен пока 2 в 1, и не в пользу комплекса. Кристалайз пытается пробить его урона. Не так много команда комплекса наносит. Кристалайз просто включает ультимейт, начинает сражаться. Есть только сейчас ультимейт от Близи. Он также дерется, и будут фокусить здесь Морфлинга. Морфлинг живет до сих пор. А вот Леон выживет ли, нет, Леон не выживает. Морфлинг продолжает много урона наносить. Морфлинг пока не собирается погибать. Он гонится за Урсой, возможно, не самая лучшая цель. Можно попробовать переключиться на Близи. Близи сражается 1 в 3. Есть Клэп, ультимейт давно закончился. Как бы догнать его. Вот так его можно догнать. Отличным Айспасом и отличным также подкопом. Размен очередной произошел. Потому что Кристаллайз также фраг на Сент-Кинге совершил. И приходят зомби снова после смерти. Он не успевает. И вот любопытно, пойдут ли драться сейчас. Наверное, нет никакого смысла. Проще ведь на хайграунде подраться. Но они идут. И здесь Хекс получает Морфлинг. И копает здорово. Неплохой, кстати, эпицентр от Сент-Кинга. Может, получится убить Леона. Леона нужно убивать, иначе он достанет команд-комплекстики своими дизейблами. Ну, врывается Урса минус андаинг. В очередной раз БКБ заканчивается у Кристаллайз. Там неплохие варды ставятся. И Морфлинг начинает таки пробивать Брюмастера. Брюмастер не ультанул. И Комплексти, да ладно, делают минус два. И продолжает свою атаку. Хотят цеплять дальше. И здесь можно цеплять Виверну. Меркл уже рядом. Меркл избивает. И Виверна просто выигрывает немного времени. Ну, прям совсем немного секунды. И Комплексти выиграли файт. Они выиграли файт как раз-таки за Вент-Раверны. Вот чуть-чуть они... Так, Брюмастер. Там Хекс, я слушаю, получил. Нападают на него. Успеют ли пробить? Вообще даже близко не успевают. Морф не бьет. И Брюмастер ультанет. Он ультанет. И параллельно пошла атака на Джакира. Джакира теряет важнейшего героя в файте. И теряет также Морфлинга. Еще более важного героя. И Тамбу в том числе. И провал полнейший для Комплексти. Они и Десса, скорее всего, здесь потеряют. И это минус три для Навик. На меди, на меди, на меди еще он дайвинг. Тоже будет умирать у нас. Ой, какие же куски от Трика. Он мог вообще здесь обоих убить. Но убьет, скорее всего, только одного. Вот, Адам, да. Должен играть слишком. Слишком он мягкий. Ну и будут заходить. Три парня без байбека. Тридцать. Видимо, какой-то ганг последней надежды. Вот они нападают на Виверну. И даже до нее еле-еле добираются. Вот от Син Кинг. И снова все это без демэдж-дилера. Миракл очень далеко от команды. И вот только сейчас он приходит. Но как-то этого не хватает. До сих пор живет Виверна. Вот только сейчас погибает. Ну, а Нави пошли драться. Нави очень хотят драться. И Нави начинают здесь избивать рожки героев. Минус морфинг. Это самое важное минус. Undying. Десс тоже здесь может пострадать. Без маны. Без маны. 20-х не есть. Тоже 50-х. И подкоп язвать. Да, и после этого даггер может быть. Нет, не успевает. Отличный грант. Все похоже на то, что Нави выигрывает эту карту. Это минус 5 в их исполнении. Комплекте ничего не в состоянии сделать. И... Нету двух коров основных. И первая и вторая позиция. Тебе просто сейчас возьмут. Да, потому что крипы уже на базе Нави. Да, они сдаются. Так, ага. Сейчас может Десс здесь пострадать. И не только он. Потому что приходит Миракл. Однако здорово цепляет троих. Хорошая эспас. Макропира также сверху. Хотят не отпустить. Отсюда Десс. Ой, Миракл, прошу прощения, но отпускают. И здесь эхо слэм от Шейкера. Великолепно. Минус 2. Но там только ультимейт. ВК. И продолжают в контроле держать здесь Нави своих соперников. Убили уже троих. Пытаются не отпустить Лим. Что, попытка запрыгнуть будет? Будет. Неплохо. И хорошая эспас подвоима. Кропира сверху. И Нави начинают убивать. Минус. Манш фолдфирит. Там Медуза сражается. Но тоже без маны, без хп остается. Выкупается моментально. Попробуют вернуться в драку. Ворды стоят. Ворды ломают Т3 вышку. Ворды будут ломать Бараки. И Комплексти вообще не способны сражаться. Но Миндуза умирает за полторы секунды. Ее абсолютно не чувствуют Нави. И дальше идут. Пытаются убить Шейкера. Вот тот, кого вообще нельзя было терять. Он также выкупается. Но вот единственный, последний, пожалуй, шанс остался у Комплексти как-то отбиться. Кристаллайза получилось первый раз убить. Но Бараки уже упали. Это минус две стороны у Комплексти. А дальше-то что делать? Даже если кого-то убьют. И Хаслэм вроде неплохой. По троим. Ну, айспас еще круче, чем и Хаслэм. И айспас... Пока тут свап. Свап неплохой. Но урона совсем не наносит Комплексти. Там очень много дэмэджа уже Мэншикл себе забрал. И весь этот дэмэдж забрал из Медузы. Минус Вэншфул Спирит. И Хаслэм также без дэмэджа. Быстро убивают Шейкера. Ну, судя по всему, да. Это 2-0. И... Вряд ли что-то здесь Комплексти сумеют сделать. Миракл пытается бежать. Миракл вот-вот погибнет. Сгорит от Радианса или Миша его добьет. Не особо важно. 3-1 драка. Медуза пытается ломать варды. Но Нави делают мега-крипов. Пересчитанные секунды. И уже гонят лимпа чуть ли не под фонтан. Гуд гейм. Нави выигрывает эту серию со счетом 2-0. Крайне уверенно и довольно-таки быстро. В районе часа им потребовалось времени.